Во всех государственных школах Кубани ученики начальных классов получают бесплатное горячее питание. Систему питания младших школьников удалось наладить в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что в Славянском районе к вопросу организации школьного питания подошли со всей ответственностью. Вкусное и полезное питание в учреждениях образования нашего района давно уже стало привычным. Но для того, чтобы оно отвечало всем необходимым требованиям, нужно очень постараться. И у городских, и у сельских школ вне зависимости от места расположения и числа учащихся есть необходимые возможности, чтобы полноценно накормить школьников. Но вот все ли сполна пользуются этими возможностями? В рамках работы Межведомственного совета по питанию Славянского района рабочая группа приняла участие в выборочных проверках школ на предмет качества и своевременности предоставления услуги по питанию учащихся. Начав с 43-й средней школы в Хуторе Барониковском, затем мы побывали в 46-й школе в Нищедимовском и в 44-й в Семисводном и завершили объезд в Славянской 18-й средней школе. В каждой школе проверяющие детально ознакомились с тем, как питаются школьники в настоящее время, как обеспечивается санитарно-эпидемиологическая безопасность при приеме пищи, высокое качество и разнообразие. Для нас принципиально важно, чтобы первое блюдо было вкусным, блюдо было теплым и максимально возможный охват питания был организован в учреждении, потому что получить все-таки горячее питание, которое изготовлено в соответствии с необходимой рецептурой по утвержденному и согласованному с Роспотребнадзором меню, для нас очень важно, потому что здоровье детей зависит от правильного и сбалансированного питания. Первостепенная задача – узнать, как в условиях ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса и тем сквозным расписанием, которое сложилось в школах с 1 сентября, организовано питание. Во всех проверяемых учреждениях с организацией именно режимных мероприятий по расстановке и распределению классов по питательным сменам, переменам, по непересечению потока – с этим наши образовательные организации справились. Есть некоторые вопросы, связанные с набором блюд. Мы также проводим сегодня и анкетирование опроса учащихся. И вот многие учащиеся нам в ходе беседы предлагают внести изменения в наше меню. Проверки будут продолжаться с тем, чтобы получить исчерпывающую информацию о состоянии школьного питания в муниципалитете. Большое внимание уделяется отдаленным школам, учащиеся которых должны получать вкусные горячие обеды. Как доставляются в отдаленные школы, где нет самостоятельной возможности приготовить еду, а она привозится туда в термоконтейнерах. Вот какая температура на выдаче блюда, то есть горячее либо холодное подается блюдо. По качеству тех блюд, также вопрос стоит, которые приходят в одном контейнере. Ну это, например, макароны, каша, пельмени, чтобы они были надлежащего качества, не слипшись, представляли, во-первых, приятный вид на тарелки, и, во-вторых, по вкусовым качествам удовлетворяли все требования. Немаловажно было узнать мнение самих школьников о том, что им нравится и что бы они хотели изменить, добавить в свое меню. Какие-то предпочтения, допустим, что-то не нравится из того, что дают, а чего-то хотелось бы побольше. Все нравится. Все нравится. Да? Все нравится, это хорошо. Доедаете или остается что-то в тарелках? Доедаем. А мне говорят, рыбу плохо едите. Ну да. В день проверки в школах в Семисводном и Нищедимовском на второе были макароны и котлеты. Блюдо качественное и вкусное. Практически все учащиеся съели. Те, кто готовит еду для ребят, стараются, чтобы в предлагаемых блюдах непременно было достаточное количество витаминов, минералов и прочих полезных веществ. Все вопросы, связанные с качеством и разнообразием школьного питания, будут находиться на постоянном контроле Совета по питанию, обсуждаться и решаться в рабочем порядке. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин.